Иногда хватает мелочи, чтобы пересмотреть всю свою жизнь. Именно так случилось с героем нашего следующего сюжета из цикла «Жизнь у тайги». Случайно оказавшись в деревне новососедово из Китимского района, Александр Юфорев с первого мгновения влюбился в этот край. О том, что было дальше, расскажет Ирина Звягина. Обычно такие кухни называют в селах летними. У Александра Юфорева она еще и зимняя, с настоящей русской печью. Гости готовят в ней гусей, уток, а главное – супы в чугунке. Борщ очень популярна в печи. Это совсем другой вкус абсолютно. Другой вкус борща, а главное – жизнь. Александр почувствовал 12 лет назад. В Искитиме уже снега не было давным-давно. Вообще все черно, грязь. А сюда приехали, лежит снег и дорога абсолютно белая, чистая. Александр продал бизнес в Искитиме и переехал с семьей сюда. В Новососедово Юфоревы купили земельный участок и начали стройку. Усадьба превратилась в гостевой двор, в котором все сделано руками хозяев. А иногда на помойке найдешь такие вещи, которые нигде больше не найдешь. Вот и эта старая бочка скоро превратится в самовар. Однако, по словам мастера, дерево достается тяжелой ценой. На каждую веточку приходится получать разрешение от лесника. Но и это не останавливает Александр. Говорит, главное, чтобы душа горела и руки от работы не отвыкали. Кто-то работает с деревом, кто-то работает с камнем, кто-то с железом. Вот у меня знакомый тут, он только печки ложит, каменные, какие-нибудь стеночки обкладывает. До дерева он вообще не касается. У него не лежит душа к дереву. До железа тоже многие не касаются. А у меня до камней не лежит вообще никакая душа. Мне вот интересно железо и дерево. Вот это интересно. В творчестве мастеру помогает местный климат. Иногда идеи подсказывает сама природа. Тайга вообще может рассказать о многом. Главное, уметь это слышать. Ирина Звягина, Никита Решетков. Новости ОТС. Ирина Звягина, Никита Решетков. Новости ОТС.